АЛАНИЯ Сейчас тишина такая, нет ветра и тепло в тени. А, кстати, вчера тоже вечером я заметил, что ближе к вечеру теплее стало, чем было, когда даже солнце. А сейчас то же самое будет. Ваши в горах будет снег. Вообще, когда дождь был, я уже забыл. Позавчера или вчера? Сегодня, конечно, будет дождь, но дождь был в горах. Не, когда вы сели в автобус, я постал. Вчера был? А, так это вчера было. Я их только посадил в автобус. Таня, это жесть. Вот так вот падают такие капли. Вот представь кошачий след. Вот такие вот. Вот такие капли, они выборочно капают. Я вот так стою, интересно, вообще. И смотрю прямо на такие вот кошачьи следы от этих капель. А потом ливень, правда, как пошел. Зонтиком, да. Ну, недолго был. У нас не было дошли. Пистеля не было. Ну, мы ехали же по дороге там. Где-то тут шарики тут нарисовали. Везде шарики валяются. Все, пока, Катю. Пока. Интересно, вот тот кот выйдет, который нас там встречает периодически. Идет. Вот тут она всегда меня встречала. Да, я вспомнил ее. Ой, солнышко, какое красивое. О, уже он поставили двинчик. А, что? Что там? Мячик. Мячик. Кто такой? А где мячик? Куда он спарился? Меня туда не достану там высоко. А у тебя есть на месте черный кот? Черный? Да. Из моих знакомых? Да. Есть у меня самый любимый кот бегемот у меня черный. Да, он сидит красавчик. Я черных обожаю. За последний год я их полюбил. Может, еще один? Еще один. Так, они девятцы. Тут раз кот залез на сетку, короче, на самый верх и боялся слезть потом. И тут была устроена спасательная операция. Катюнька. Привет, черный красавчик. Смотрите, сделали детские корты. Ух ты, тоже малыши там, сюда тоже это. И здесь. А тут теперь малыши будут вообще. Смотрите, как здорово. Ой, классно. Так что детей можете приводить, кому теннис надо учить. Учить играть. Да. Какое красиво. А неужели, правда, море будет прям падать? Как красиво. Да, блядь уже падает. Видишь, там нету тучи. Дверь поставь. Дроном кто-то снимает. Шестой пляж, друзья. А, вон летает, да. Тоже фонтанчик работает. Дрон? Вот там где-то, на восьмом пляже. В Анталии, вон самолет идет на взлет. Самолет. А, вон дрон у него. Я очень люблю, очень, вот летом, особенно, когда вот сезон, так видно, когда закат, когда самолеты, вот так вот, с той стороны, знаешь, солнце садится. А бывает такое солнце на самолете, как отражается. Солнце садится, и вот очень, вот так вот, как сейчас, вот видно, вот эту вот дорожку, такую, видишь, саду. Химтрейлы, как называют. Слушай, обалдеть. Мы с нами были, как и насчитали, 12 штук в небе, вот так вот. И вот так вот, один выше, другой ниже, типа, представь. А вы не были на Дюдене, на водопаде в Анталии? Нет. Там, короче, Дюден этот находится, что так много черных. Дюден находится прям, короче, самолет вот пролетает через водопад. То есть водопад впадает в море, и самолет вот так летит прям над ним. Вот можно, ну даже пилота видно. Вот ты стоишь на этом водопаде, и вообще обалдеть. У меня видео есть, я тебе скину, потом найду. И получается, прям там аэропорт находится рядом, то есть уже он идет на посадку, водопад чуть ли не задевает. Ой, аэропорт это самое красивое место, в котором я была. Я очень люблю это. В Анталии? Летать, аэропорт. Нет, вообще, в общем. Да, а у меня всегда вот с Украины, когда куда-то летал, я вот прохожу таможню, вот это все, и выхожу вот в ту зону, где дьюти-фри, и у меня прям такое вот какое-то расслабление, радость сразу. Да, да, да. Вот именно там, вот програничников проходишь. Вот бояться нечего, ты не преступник, ничего, но все равно напрягает, когда пограничник. Я когда-то тоже летела, типа, там сидит такая барышня, знаешь, я, короче, такая, типа, смотрю. И она так, такое лицо у нее серьезное. Когда женщина, они страшны мужиков. Она вот так вот на меня, вот так вот, знаешь, смотрит, я думаю, господи, сейчас еще сюда, так она меня, туда-сюда. Я на эту тему хотел, я в Херсон, Таня, прилетел, раз в Турции. О, вот она, боже, сколько у вас еды там. Да, привет, красавчик, привет. Херсон прилетел, короче, первый раз приземлялся в Херсонском аэропорту. Смотрю, едет то ли ЗИЛ, то ли что-то везет какие-то, ну, кузов такой деревянный, знаешь, как годы 70-е. И я понял, что это за багажом едут, я был немножко в шоке, блин. Потом заходим в аэропорт, там, короче, ну, это фильм, это вот, кто смотрел, друзья, есть фильм «Дежавю» польско-советский, там, вот, вы смеялась, это начало коммунизма, когда Маяковский жил, вот эти годы, там, Одессу показывали, коммунизм, эти вот все границы там. И, Таня, захожу, там стоят женщины, женщины в военной форме, в этих зеленых юбках военных, вот, это ж пограничники. И они стоят прям, то ж подходишь прям к будочке, а это вот еще вот тут, возле будочки, еще одна стоит, и она прям возле меня. И у них такие лица. Я гляну, думаю, блин, меня сейчас арестуют, за что не знаю, но меня сейчас, мне так страшно было, Херсон меня поразил своим аэропортом и пограничником. Это было что-то. Так, мы насчитали, у меня аккумулятор, все взыно посчитало. Сколько шагов было? 25. 25. Ого. День реально, почему не появляется вот это? Вот, не было, не было, да. Если бы он вон там садилась, там было бы видно. Вам безумно не видно. Вот было все, такое впечатление, что сейчас солнце прям в море упадет. И тут хлопы на его пути появляются. Вот там, где летом вот эти горы видно, вот сейчас там, но это не горы сейчас. И тут появляется вот эта непонятная штука, похожая на тучи, на облака. Нет, это не облака. Не знаю, что это. Сейчас бы интересно вот очутиться в Кемере, посмотреть. Там тоже эти штуки или нет. А в Анталии, я не помню, я видел закат в Анталии или не видел. Какая разница? Думаешь, так же будет? Ну, я не знаю. Закат, закат. Нет, ты понятно, что... Так, а подождите. А если с той стороны моря, солнце все равно там будет, с той стороны, или как? Да, конечно. Да, то есть невозможно, чтобы солнце было сейчас в той стороне, да, получается? Нет, невозможно. Вот это что, земля. Звен, а земля круглая или квадратная? Круглая. Ну, откуда ты знаешь? А тут вот старый павильон, и его не сносят. Я уже не думаю, что тут что-то было сделано. А если бы было квадратно, то тогда... Семейство Ирбисовых полетело. Вот их два семья, которые в Алании живут. Обычно они ближе к району оба всегда. Это вот они здесь, первый раз их здесь. Калпа обыкновенная, семейство Ирбисовых. О, я вычитал. То есть выучил, господи, вы мне написали. В воскресенье закрыты все эти. Хотел курсы показать, самые лучшие обменки швам. Время то еще ж раннее, а не вообще воскресенье. Но это, наверное, говорит о том, что туристов мало все-таки. Поэтому они не работают. Друзья, я тут не был уже несколько месяцев. Ну что могу сказать, деревья подстригли, стало тут как-то меньше. Поэтому пляжи все на месте, будки не сносили. Все на месте, фонтанчик работает. Всем привет, с кем мы на лавочках здесь были. Ара, привет. Я помню, Инночка, привет. Аня, привет. Анжелика, привет. Всем привет. Наши прославленные места. Ну, вроде везде на месте все. Это 13-й пляж. Вроде все на месте. По лежакам, кстати, лежаков я особо по пляжам не вижу. Кое-где есть, но как-то в основном людей. А людей реально мало. Но опять же, сейчас местные люди. О, сейчас вот как раз и в Таро, сейчас можно кушать. А еще не было молитвы в мечети. Сейчас будет молитва, и можно будет кушать. Котики вон только сидят. Нету, видите, туристы, если были. Ну, хотя, опять же, у туристов, наверное, на ужин сейчас. Зайна бы не была здесь, да? Или была? Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Обижала. Обижала корм свой защищать. Да, там нет. Они через автовокзал, они туда немножко еще. Ну, пять минут отсюда. Мало людей, очень мало. В общем. Все, солнце зашло, мы его как-то это. И не заметили, как она села. Это не была здесь, да? Сейчас Мишка будет. Ты мне так и не скинула эту фотку. Я за нее все забываю. Надо потереть его за нос. Он вроде удачи принесет. Давай, потремь его за нос. Вот, все, сейчас начинают люди завтракать. Можно завтракать? Ну, вообще-то люди завтракают сейчас. Нет. Ну, как нет, они же завтракают. Нет. Смотрите, вот эту же пальму ее раздели, правильно я понимаю? А вот пальма, она выглядит вот так, да? А это раздетая пальма. Вот уроды, кто-то делает. Так, а вот это новый, что ли? Да, вот это похоже на новую кафешку пляжную. Видите, она новая, ее построили. Таки, да, таки некоторые сносили. Вот он, Мишка. Вот Мишка. С ним мы вот так здороваемся. Медведь сто лет тебя не видел. Привет. Ой, красота. Все, можно кушать. Зайнат Мишку не видела еще. Наши люди. Подожди, чуть потемнее сделаем. О, норм. Хочет протестировать работу аппарата. Он должен разговаривать. Он должен сказать, Зайна, привет, кинь одну лиру. Потом мяукнуть два раза. Ну, я сказал, сейчас будем мэра вызывать, если не работаем. А, она назад вылазит. Ну, это молодцы. Наверное, когда он пустой, но деньги выходят назад. Это разумно. Уже не выйдет. Там, наверное, много сегодня накидали, потому что вся еда, видимо, высыпалась. Либо батарея не зарядилась, я не знаю. Последняя попытка. Миша, отдают монетку назад. Хранитель автомата, он сидит. Техническое обслуживание. Мужик, я за этим местом соскучился. Давно так здесь не гулял. Дайка. Она до утра будет играться. Пошли. Мишки, друзья, так выцвели. Они просто белые. Просто белые. Но не убирают. До сих пор еще все равно есть. Да, это же ихня тоже. Анжелика тут. Много людей тут русскоязычных сейчас гуляет. Кстати, да. Тут сейчас европейцев я не видел. И турков тут нет, потому что они кушают. Тут все русскоязычные сейчас. Ну, немного. Я что-то не обращал внимания. Оно же стояло здесь. То есть, получается, камень, а в нем сделали отверстие. В отверстие засунули металлические вот эти штучки. А что это вообще такое? Производитель его зовут Таня? Да, там имя написано. И страна. И Турция. И Япония. Япония? И Жапония. Ух ты, ничего себе. И оно было произведено в 2007 году. Опа, нас еще тут и близко не было. Таня, а как сказать по-японски? Добрый вечер. Блю-лю-лю. Тель Аладдин, друзья. Тут идет какая-то маленькая, видимо, реставрация. Наверное, он еще не работает. Ромка. За него. Это Мурат Юджин. Что? Ромка, куда как будет кроватка на Трецком? О, честно, не знаю. Я не знала. А, видео на магазин. Подожди, а подушка? Я путаю всегда подушка, как будет. Подушка, ясток. Ясток, да. Я так кровать, да? Надпись, что там красивая Лафаланья. Всем привет, кто фоткался. Она не светится сейчас. Как мало людей. А, это сейчас пустые улицы. Все кушают сейчас. Один Рома, еще не ее. Смотри, какой мужик. Он красивый. Он еще и подсвечивается. Отели. В отелях сейчас тоже идет ужин. Такая тишина прям вообще. Хоть по дороге иди. Даже машин нету. Класс. ТАС-отель. Приветствую. Таджи. Таджи или Таджи или Таджи. Смотря на каком языке. О, какая у нас классная прогулка. Синя, хорошо, что вы появились сегодня. Я бы сюда не дошел бы. Да, сегодня прям хорошо. Сегодня время натирает обувь. А тепло сейчас как стало. Вообще, вот тогда я реально шел. Когда я пришел, они сидели, пили эту барматуху. Там холодно было в тени. А сейчас реально тепло. Вот этого не было у нас с надписями экрана этого. Это его повесили только. Я бы его заметил, чтобы он был в прошлом году. Девочка, мне холодно. Они, по-моему, даже не ясные. Девочек показываю. Они легко так одеты. Эксперессор Айбичхотел. Он работает, но я людей не вижу. У него странно. Хочешь фокус? Какой? Ты прическу сейчас распустишь свою? Да. А, о, смотри, тебя подсветили сразу, как четко. Ты видишь? Ха, здорово свет включился. О, иди тоже. Люди, пусто. Просто пусто. Мы вот идем прям, аж тишина такая. Даже в отелях, когда идет ужин, люди стучат стаканами, тарелками, шумят. Вообще тишина, никого нигде нет. Наверное, в отелях очень мало людей здесь, если они даже есть. Хотя вот даже этот отель, он вроде бы работает уже. Ты видишь приезжал, наверное? Наверное, да, потому что турчанки сейчас бы уже так не ходили вечером. Легко одеты. Даже этот отель уже работает, представляете? Удивительно. Обычно он поздно всегда открывался, по-моему. Темыч, смотри, твой отель. Как я его люблю все-таки. Мне так нравится его подсветка. Ай, вообще шикарно. Ну, я не помню. Четверка, наверное, пятерка или четверка. Я даже не знаю. Тут так пахнет апельсинами. Опять же, а где они? Мы прошли. Прошли, да. Запах такой был шикарный. Так пустынно вообще. Вообще уникально. Вот этот месяц с 7 до 8 вечера. Алания просто пустая. Вон спортсмены не едят, они занимаются теннисом. О, кстати. Кто хочет посмотреть на бесплатных пен... Этих... Не хочешь еще раз? Мама, а я уверен. Я напомню тебе. Проверяем автоматы. Ну-ка. Ну, этот полицей от Алании благодарит вас за ваше внимание к уличным животным. Ой, спасибо тебе. Смотри, контент сделал. И причем... А как он узнал, что по-русски надо ей отвечать? Ты представляешь, как... Так, посмотри. Офигеть, у них автомат психолог. Он мог бы по-турецки сказать, мог по-немецки, мог по-английски, но он сказал на русском. Всего за одну телевую. Не, а теоретически мог быть какой-то сложный прибор, который нашу речь услышал, но это было бы сильно дорого. Я не думаю, что такое установлено. Я реально иду насыплю. Прикинь, по-русски тебя поблагодарили, а? Спасибо. Прикольно. Муниципалитет Алани. Как? Опять апельсинка. Боже, это вообще, я обожаю тебя. О, фонтан. О, какая красота. Ой, он в этом году вообще так у них... Там, ну, новые лампочки поставили, и больше цветов сделали в том краю. Там он сейчас такой красивый вообще. На площадку, на площадку. На какую, на какую? На большую, на большую. Пойдем, пойдем. Зеленый, синий, красный. Вот этот тоже не был такой вот яркий, такой красивый. Что-то обновилось. Красота вообще просто. Мне не нравится все вместе, когда они смотрят. А мне больше всего третий. Вот тут? Да, у него цвет интересный такой. Нельзя сказать, что он синий, голубой, он светло. Такой интересный, легкий такой. Давай беги, катайся на горке. Тут тоже сейчас в основном все русскоязычные. Их оказывается, довольно немало по Алании, потому что туркова сейчас почти нет по улицам. А наши люди повсюду. Турок сейчас проходит в Тарк. Ну, уже, в принципе, они покушаны. Целый городок детский поставили в этой кафешке. Я не помню, было ли оно здесь. Что-то, Таня, хотела сказать? А ты такой красивый. Вот как можно пройти мимо тебя, а не дать поесть? Как он понравился мне? Сидит тут саратинушка. О, голодный. Пока. А я в детстве обожал эти. Что я надувал? Дональд у нас, турба была. Обожал надувать пузыри. Не любит Таня ходить моей дорогой, выводит меня опять на улицу Ататюрка. Ну, ладно. Боже, а тут людей, сколько, смотрите, много, как появилось. Пошли за водичкой. Я уже почти полторушку выпил. Я ж не ел ничего. Время уже 8 часов. Там без десяти с нами с собой воды не было. Сейчас спросили. Там в кафешке 20 лир в 0,5. Пластиковая вода чистая. В магазине она стоит 2 лиры. Несколько. Здесь шли в магазин, а не за водой. Прям аж не верится, что в этом Мигросе может быть мало людей. Тут же, когда туристы, тут столько на кассе стоит народу. Сейчас там почти никого нет вообще. Хотя они тоже очереди с турецких граждан. Одна касса работает. Тепло очень на улице, классно. Вот действительно, когда я шел еще, когда светило солнце, я попадал в тени, дул ветер. Было оно намного, по ощущениям, градусов на 3 на 4 было прохладнее, чем сейчас. Очень комфортно. Нет, не в футболке сейчас ходить, в чем-то еще сверху, но очень комфортно все равно. Никак, дайриси. Салон бракосочетания здесь. Пришли, она меня почувствовала, вышла сюда. Али Баба с нами. Привет. Привет. Вчера она меня не услышала. Сегодня. Тошнадо, голос услышала и вышла сразу. Она знает, что ты их любишь очень. Али так любит котика. У него мечта завести дома 200 котов. Но это когда он купит большую квартиру, пока он только не думает об этом. 200 или 300 завести. Собака кот. 100 собак. Только сейчас понял, видите, какие бывают кандидаты тоже. Переводи. Какой тут магазин интересный. Самые лучшие. Женщины, да? Да. Ну, когда он помянут. Да, редко такое бывает, чтобы женщины были по личке. Мало машин сегодня вечером. Так, днем было мало. О, прям медведь не попал. Привет, привет. Вот такая прогулка сегодня получилась. Ну, классно мы походили сегодня. Спасибо, Таня, за имя, за компанию. Кушают люди, сидят. Уходим вверх. Все, друзья, мира добра позитива. 18-й день марта сегодня. Алания. Пока. Не думал, уже ушла, не дождалась. Мы здесь. Привет. Привет, моя красавица. Пойдем кушать. Пойдем. Почешь кушать? Не голодная сегодня. Вчера ел. Айди. Чем-то тебя накормили. Все, пока тогда. Тут вообще ни у кого, одни машины. Смотрите, линии. Уже такое вкусное съела, значит, и много раз вообще не хочется. Надо мое душе никогда не отказывалось, кстати. Видите, это что-то вкусное приносил. Я туда шел, когда у меня... Я был здесь или не был? Сегодня был, наверное, у меня же была с собой этот... Бульон был, я бы мог дать, но ее не было. Да, я проходил уже сегодня здесь. Интересно, на А101 будет тот цветочек одинокий сидит там всегда. Не вижу вроде бы. Ага, нету. Ну, я поздно сегодня. Здесь время уже 9 часов. Скоро, без 15 почти. Тут Эфтар давали. Вот там же большая эта, где много-намного людей. И, может быть, они туда, какие-то, которые здесь перешли. Там же все-таки что-то вкусное. Может быть, и мясное дают. Вот здесь вот было. Ну, с 7 до полвосьмого, наверное. Так, а уже немножко температура, кстати, снижается. Все-таки на улице уже так здесь немножко. Там, кстати, теплее сейчас. Вот если сейчас выйти на улицу 25, там теплее намного. Ну, как намного. Тут уже реально ощущается такой прохлада вечерняя. А там вот было еще 15 минут назад. Там было вообще тепло, классно. Цветочный магазин. Все, друзья, пока. Я уже попрощался с вами. Субтитры сделал DimaTorzok